Вернуться к корням и возродить русскую культуру решили представители молодежных движений нашего города. Поводом для встречи стала историческая дата. В этом году исполняется 200 лет со дня Бородинской битвы. Так уж совпало то, что у нас много исторических дат. Сейчас было 7 сентября битва при Бородино, была Куликовская битва 23 сентября. И по славянскому календарю сейчас идет Новый год, славянский Новый год, перехода с эры Лисы в эру Волка. Все вместе совпало. Поэтому решили провести игры исторические, культурные русского народа нашего. Свой патриотизм добрые молодцы выражали исключительно в игровой форме. По словам организаторов, именно игра наглядно демонстрирует то, как раньше на Руси воспитывали будущих воинов. Игры здесь без каких-то соревнований. Здесь просто мы показываем традиции. То есть, что есть в русском народе, что конкретно они готовы нам показать. Даже некоторые вещи нам самим были очень интересны. Эта игра называется «Пьяная муха». По ее правилам участник должен 10 раз прокрутиться вокруг своей оси, а после первым сбить колышек. Настоящая забава для трезвых духом молодых людей. Они здесь не просто играют, но и борются с поработившим страну зеленым змеем. Мы сопротивляемся всему негативному, что убивает, порабощает наш народ. Мы хотим, чтобы русские люди были свободны от всех этих вредных привычек, от всех гадостей, которые сейчас в мире кишат просто. Пьем квас, едим пряники, едим пироги. Все по традициям нашим исконно русским. Никакого алкоголя, ничего такого противоестественного нет. Еще один вид молодецкой забавы – волшебные ворота. В нее играли на Руси, чтобы подготовиться к сражению. Настоящий русский богатырь должен был обладать сильными ногами, чтобы во время битвы его не сбили. Возрождением культуры игровым способом активно занимаются московские ребята из Центра «Русские морозы». Они уже не первый раз устраивают ивановцам настоящие мастер-классы. По их мнению, сейчас актуально возвращаться и заимствовать традиции, которые были популярны на Руси. Ведь они реально помогают прививать молодому поколению преданность и уважение к нашей русской культуре. То, что работало там тысячелетиями, зачем что-то новое изобретать? Если готово, то есть готово, отшлифованное веками, пожалуйста, бери и пользуйся. Это можно использовать и в лагерях, и в детских школах, и в детских садах. И самое главное – это можно использовать в семье, то есть в обычной семейной педагогике. А вот вам и игра гусеница. Как говорят столичные гости, она вырабатывает командный дух. Еще бы, ведь все они теперь один большой организм. Держимся крепко! Крепче! Ещё крепче! Кто мы? Гусеница! Кто гусеница? Мы! Кто мы? Гусеница! О, беги! Славянские игры в будущем планируют проводить еще с большим размахом, но без широкой ноги и пира на весь мир. Пожалуй, это уникальный случай, когда русский мужик и пьянство – понятия действительно разделимые. Инна Сардейская, Владимир Пашляков, РТВ Иваново.